В Бритском городском исполнительном комитете состоялась диалоговая площадка, в рамках которой обсудили проект закона о Всебелорусском народном собрании, а также изменения в избирательном законодательстве. Обсудить новшества пришли депутаты, сенаторы и эксперты в области права. Новый статус Белорусского народного собрания как уже конституционного органа, органа народного представительства, было предусмотрено изменениями и дополнениями Конституции Республики Беларусь, которые были приняты в феврале 2022 года. Всебелорусское народное собрание собиралось уже шесть раз. Россия принимала участие в обсуждении важных вопросов общественно-политической жизни страны. Теперь его работы будут регламентированы, а полномочия закреплены законом. Первое Всебелорусское народное собрание проходило в 1996 году, 19-20 октября. Понятно, время сложное тогда было, инфляция, большой госдолг внешний нашей страны, дефицит бюджета. И тогда еще очень молодой президент Александр Григорьевич Лукашенко, опираясь на политическую, как мне кажется, интуицию, на природный ум, сделал правильное решение и принял решение о созыве Первого Всебелорусского народного собрания. Информация о законопроекте сегодня доступна каждому. Найти его и ознакомиться с текстом можно на правовом форуме Беларуси. Для того, чтобы обсудить его в стране, широко проводятся диалоговые площадки, в которых принимают участие депутаты Национального собрания Республики Беларусь, члены комиссии, которые участвовали в разработке законопроекта, сотрудники Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, а также ученые и эксперты. Когда проходило обсуждение новых положений нашего основного закона, это все уже много раз, так сказать, рассматривалось, было услышано мнение народа. Сейчас оно уже изложено в нашей новой конституции, и теперь мы должны законодательно закрепить то, что там заложено в этой конституции. Мне очень импонирует вот в этой редакции, которая предлагается и которая была уже обсуждена, как я уже говорил, неоднократно во время подготовки основного закона, то, что он оптимизируется. Он оптимизируется, как, так скажем, не только вот, как бы упрощается это все, было и услышано, и мнение народа во многих аспектах. Планируется, что первое заседание Всебелорусского народного собрания состоится в течение 60 дней после голосования. Проходить такие встречи с преданием Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса будут не реже одного раза в год. Решение по многим интересующим вопросам будет считаться принятым, если его поддержат две трети делегатов. С целью обсуждения этих и других вопросов открытые диалоговые площадки продолжаются. Продолжение следует...